В какой-то мере старшим детям в семье повезло. Они могут командовать своими младшими братьями и сестрами, им не нужно ни за кем донашивать одежду, а еще они более умные. Подождите, что? Да, вы не ослышались. Исследования показали, что у первых детей в семье более высокий IQ. Но если вы не старший ребенок, не волнуйтесь, у вас тоже есть свои приятные достижения. Однако, когда речь заходит о словарном запасе, чтении и шутках и розыгрышах, то старшим детям в этом нет равных. Неважно, один у вас брат или сестра или пять, наверняка вы соперничали в детстве, а возможно продолжаете делать это и сейчас. Но если вы старший ребенок в семье, то по данным исследования, проведенного экономистами Эдинбургского университета, у вас появился еще один повод для гордости. Ученые наблюдали за развитием 5000 детей в возрасте от нуля до 14 лет каждые два года и обнаружили, что первенцы обладают более развитым мышлением, чем их младшие братья и сестры. Но это происходит не потому, что им доставались все умные гены семьи, тогда как младшие просто не успевали до них добраться. Дело в том, что старшие дети обычно получают больше внимания со стороны родителей и ими больше занимаются. Почему? Ну, если подумать, то заботиться об одном ребенке намного проще, чем о двух и более детях. Времени на такие занятия, как чтение, игра на музыкальных инструментах или рисования, становится намного меньше с увеличением количества детей в семье. При этом пристальное внимание стимулирует мозг ребенка и улучшает его способности к решению проблем и выполнению задач. Так в каких же заданиях старшие дети сильнее? Они показали более высокие результаты в словарном запасе. В сопоставлении прописных и строчных букв, чтении слов вслух и называний картинок. При этом, по данным Бюро трудовой статистики США, старшие дети с первого года жизни показывают более высокие результаты и в тестах на IQ. Впечатляют, верно? Хорошо, так что там насчет младших детей? А они что-то выиграли, родившись не первыми? Конечно. По данным исследования, проведенного Бирмингемским университетом и университетом ридинга, младшим детям более свойственна бунтарская натура. Они проще идут на риск и много добиваются в мире бизнеса. Исследование показало, что самые младшие дети в семье в 49% случаев становятся бизнесменами и начальниками самим себе. Так что еще неизвестно, кто в итоге самый главный командир. Верно, малыши? И все же, несмотря на все исследования на эту тему, в каждой семье воспитание детей происходит по-разному. Такие факторы, как доход и окружающая среда, могут оказать серьезное воздействие на то, насколько успешным ребенок будет в будущем. Но что будет, если два брата или сестры выросли в необычных условиях, как, например, принц Гарри и принц Уильям? Значит ли это, что принц Уильям, который на два года старше своего брата принца Гарри, умнее? И хотя сказать наверняка невозможно, только если вы не близкий друг обоих братьев, есть небольшие знаки, которые указывают, что принц Уильям немного мудрее своего младшего брата. Так как принц Гарри и Меган Маркл ждут ребенка, наверняка принц Уильям может дать им несколько советов по воспитанию детей. Так как у него их уже двое. Но в данном случае у принца Уильяма скорее больше опыта. Дело необязательно в интеллекте. Мне кажется, что единственный способ узнать, кто из них умнее, это заставить их пройти один и тот же тест на IQ. А вы самый старший ребенок в семье? Как думаете, вы действительно умнее ваших младших братьев и сестер? Или, может быть, вы самый младший, но уверенный, что в семье нет никого умнее вас? Как бы то ни было, есть несколько способов определить, действительно ли вы умны. Вот несколько признаков, которые указывают на то, что вы настоящий интеллектуал. Вы любите поволноваться. Вы все время думаете, что о чем-то забыли. Вы каждый день беспокоитесь, все ли в порядке с членами вашей семьи. Если так, то, скорее всего, вы довольно мнительный человек. И все же, несмотря на то, что ваша тревожность может раздражать всех вокруг, включая вас самих, это признак того, что у вас высокий интеллект. В своем исследовании 2015 года психолог Александр Пенни обнаружил, что люди, склонные к беспокойству, показывали более высокие результаты в тесте на вербальный интеллект. А все потому, что они больше задумываются о последствиях своих действий, а это признак критического мышления. Так что, если вас беспокоит вопрос о том, насколько вы умны, беспокойтесь дальше. В детстве вы брали уроки музыки. Помните, как вам после школы приходилось бежать на урок фортепиано? И хотя в те времена вам это могло не нравиться, сейчас вы можете поблагодарить своих родителей. А все потому, что исследования показали, что умственное развитие ребенка можно ускорить, если научить его играть на любом музыкальном инструменте. По данным исследования, проведенного Ассоциацией психологов, раннее музыкальное образование помогает улучшить результаты тестов в школе. Было обнаружено, что уроки музыки на протяжении одного месяца значительно улучшают результаты тестов у детей 4-6 лет. Наверняка сейчас жалеете, что бросили играть на фортепиано, верно? Вы интроверт. Предпочитаете по выходным оставаться дома и смотреть телевизор в обнимку с кошкой? Не волнуйтесь, вы не аутсайдер, вы интроверт. А интроверты предпочитают проводить время в одиночестве, а не на шумных вечеринках в окружении толп людей. Там вы быстро устаете и вам комфортнее в спокойной обстановке. Если это похоже на вас, возможно, вы умнее, чем думали. По данным Центра развития талантов, 60% одаренных детей – интроверты. Считается, что интроверты любят поразмышлять, а это признак высокого интеллекта. Похоже, что домашние посиделки – это вовсе не так стыдно, как казалось сначала. Вы разговариваете сами с собой. Когда вы ходите по супермаркету или просто сидите дома в одиночестве, то разговариваете с собой? Может быть, для других это и выглядит странно, но на самом деле это признак хорошей работы мозга. Психолог и исследователь Гэри Лупин провел эксперимент с участием 20 человек. Он попросил их пойти в магазин и запомнить все продукты, которые им покажут. Половине участников нужно было повторить вслух название этих продуктов, а другой половине нужно было молча их запомнить. В конце эксперимента люди, которые произносили название вслух, нашли продукты значительно быстрее. На основании этого Гэри Лупин заключил, что у людей, которые регулярно разговаривают сами с собой, хорошая память. Им проще сконцентрироваться и разобраться в собственных мыслях. Поэтому в следующий раз, когда ваши родственники будут посмеиваться над тем, как вы разговариваете сами с собой, напомните им, что вам, возможно, достались самые большие мозги в семье. Вы любите откладывать дела на потом Еще в школе нас учили, что откладывать дела на потом не самая хорошая затея. Но тогда мы и не подозревали, что это признак высокого интеллекта. Не верите? Давайте возьмем гениального Стива Джобса в качестве примера. Президент и создатель компании Apple всегда был не прочь отложить свои дела в долгий ящик. И по мнению психолога Адама Гранта, это доказательство того, что Стив Джобс был гением. Когда Джобс откладывал свои дела вместо того, чтобы выполнить их незамедлительно, он давал возможность своему мозгу найти более грамотное решение. Так он избегал проторенных дорожек и находил новые пути решения проблем. Так что откладывая свои домашние дела, вы не ленитесь, а просто тренируете свой мозг. Вы любите пошутить. Если вам нравится смешить людей, и вы не можете удержаться от того, чтобы не сказать что-нибудь саркастичное, то, скорее всего, вы умнее других. По данным исследования, проведенного Национальным автономным университетом Мексики, юмор способствует развитию интеллекта и помогает мозгу и нервной системе сохранить свою остроту и гибкость. Исследователи попросили 400 студентов пройти различные тесты, а потом написать забавные титры к мультфильмам. 86% испытуемых, получивших самые высокие баллы, написали самые смешные титры. Так что если вам легко удается рассмешить людей, то вашим умственным способностям можно только позавидовать. Как думаете, вы умнее других? Возможно, это потому, что вы старший ребенок в семье? Или наоборот, вы самый младший и хотите оспорить это утверждение? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Не забудьте поставить этому видео лайк и рассказать о нем друзьям. Подпишитесь на наш канал и присоединяйтесь к Эдми.